Добрый день, уважаемые жиры! Меня зовут Михаил Фячеслав, я ученик 9 класса в людской гимназии. И моя тема – пылесос с водным фильтром – мечта столяра. Цель работы – собрать самодельный пылесос в мечта столяра из подручных материалов. Актуальность – пылесос необходим в мастерской для сбора пыли и опилок после шлифовки металлических и деревянных изделий. Задача – изучить виды пылесборников, рассмотреть их принцип действия, собрать самодельный пылесос. Методы исследований – изучение заводских пылесосов, разработка схемы пылесоса, сборка пылесоса, разработка заключений. Практическая значимость – пылесос может применяться в каждой мастерской для качественной уборки после работы с металлическими и деревянными изделиями, сэкономив бюджет мастера. Характеристика промышленного пылесоса – как мы можем заметить, он довольно мощный, но весит очень много, а также стоимость очень высока. Описание пылесоса. Устройство сделано из пластиковой бочки и из металлического ведра, и из старого пылесоса. Для центрального ведущего барабана использовали деревянную фанеру. Для точной балансировки данный барабан мы вырезали на лазерном станке, а для верхнего натяжного ролика мы использовали автомобильный фильтр. При включении нашего устройства запускается двигатель пылесоса. Он имеет вал, который стыкается с головным катком. В пыли и пилке собираются пластиковые емкости. Стенька нижней емкости проделывает отверстие под шланг. При этом воздушный поток должен быть направлен вдоль стенки, что даст возможность сработать с циклонным эффектом. На второй крышке размечают и вырезают отверстие под турбину. Расположение турбины должно быть смешено в несколько сторон. Это объясняется размещением фильтра. Он закрепляется шпилькой, которая находится именно по центру. Двигатель можно использовать любой, в том числе от старого пылесоса. Обычно это турбина из бурана, который имел широкую популярность в свое время. Его можно было бы найти практически в любом доме. Прикрепляет его к крышке с помощью хомутов из проволоки, поскольку прикрутить возможности нет. А также не забывает о слое силикона или герметизации. Схема пылесоса Отличительная черта пылесоса Устройство имеет несложную конструкцию, которую можно повторить любой желающий в домашних условиях. В состав прибора ходят электрический двигатель, фильтр и непосредственно рабочий инструмент пылесос. Этот показатель подбирается в соответствии с назначением инструмента. Заключение. Для людей, которые плотно занимаются древой и металлообработкой, рано или поздно остро назревают вопрос эффективного удаления стружки и опилок, особенно при работе в помещении. Как показывает практика, при больших объемах часто не справляются даже сильные промышленные пылесосы, фильтры которых слишком быстро развиваются отходами. Именно поэтому так часто мастера пробегаются к самостоятельной сборке устройства, которые показывают отличные результаты при сборе мусора и пыли. Стоимость нашего устройства примерно 700 рублей. Стоимость заводских пылесосов начинается от 20 тысяч. Кроме того, он компактен. Вес 5 килограмм, тогда как заводский имеет вес от 8. Работая над устройством Мечта Столяра, я научился выполнять рабочие тертежи, приобрел навыки с работой со слесарными инструментами и различными материалами. Спасибо за внимание.